всем привет продаже немало различных стульчиков для походов также рыболовных есть побольше есть поменьше есть табуреточки вот такие вот со спинками есть вообще вот просто вот такие табуреточки ну у каждого из них есть свой недостаток так скажем допустим вот такие вот табуреточки очень хлипкие такой вот стульчик вроде хорош и служит уже мне давно не ломаясь но все же как бы вот такой вот лучше возить в машине про такие стульчики я вообще молчу это только для машины, потому что если ехать пешком, он громоздкий и как бы немало весит. Также они хлюпенькие. Когда садится какой-нибудь дядя 100 с лишним килограмм, у них есть свойство вот у этих трубочек загибаться, ломаться. Есть вот более надежные конструкции. Ну, соответственно, такой стульчик весит намного тяжелее. В какой-нибудь пеший поход его не возьмешь. Ну, и в связи с этим давно у меня была идея собрать что-нибудь компактное и надежное. Сделал я себе вот такую вот неубиваемую табуреточку, которая легко поместится в сумку. По весу она практически как самая маленькая из тех, которые я показывал. Чуть-чуть потяжелее. В собранном виде она выглядит вот так. У меня вес под сотку. Меня она выдерживает прям вообще не напрягаясь. Я думаю, она и 200 выдержит. Ну, а сейчас я вам покажу, как я ее делал. Ну что, погнали. Давно себе хотел сделать походный стульчик, чтобы укладывался в рюкзак. Сейчас на улице немного потеплело. Пока есть свободное время я и займусь. Вот нашел кусок проволоки диаметром 0,6 в общем. Сейчас с нее не буду делать заготовочки в дальнейшем случае. Вот, прутки сделал, выпрямил, отпилил в нужный размер. Продолжаю дальше. Из старой шелезяки делаю соединение. Разметил центр нижних ножек. Сейчас загну под натяжку. Ну, и с помощью тисков и кувалды начал загибать. Проволка жесткая. Кое-как я ее победил. Немного кривенько, но это в принципе сильно большой роли не играет. Так, низ победил. Теперь займемся верхом. Верх попроще, вверх просто треугольник. Ну, верх вот тоже готов. Теперь надо здесь вот согнуть и проварить. Вот такие вот четыре заготовочки у меня получились. Не смотрите, что чуть-чуть криво. Делаю для себя и в первый раз. Так, ну вот, немного прихватил, потом болгарочкой чуть-чуть почистил. Теперь нужно вот эту пластинку до конца загнуть, сюда вот завернуть и тоже проварить. Вот так вот загнулось, сейчас начну варить. Как смог, прихватил. Думаю, этого достаточно, потому что тут практически нагрузки никакой не будет. Сейчас это все дело покрашиваю и завтра продолжу. Ну, вот, покрасил, вставляю до завтра. Наступило завтра. Вчера из-за спешки допустил ошибку. Теперь у меня получается вот это вот будет вверх. То есть, вот эти вот изгибы должны были быть внизу. Я сразу что-то, когда варил, не посмотрел, чтобы не переделывать. Буду дальше собирать. В принципе, ладно. Думаю, все равно все получится, как я хотел. С этой вот проволоки согну туда вот крепеж в центральный натяжной ремень. Чтобы облегчить конструкцию с алюминия, вырежу две пластинки сейчас. В качестве самой сидушки буду использовать кусочки от ремня безопасности, от старой девятки. Для нижнего крепления вырезал с алюминия две пластинки. В одной из них просверлю отверстие, вкручу болтик, а в другой сделаю несколько отверстий для фиксации. В общем, вот что получилось. В одной половинке просверлило отверстие для замка, на другой вставил винтик с гаечками и здесь расклепал. Так вот это будет выглядеть. Пойдет на низ спинчика. Вот таким вот образом закрепил. Сейчас расклепаю. Одну же вот расклепал. Дальше буду собирать. Вот такой вот низ у меня получился. Такой вот вверх. Начинаю шить вверх. Как и говорил, сидушка будет у меня из трех кусочков ремня безопасности от жигулей. А растяжки у меня будут вот эта ручка от старой сумки. Шить буду, как и ножник для ножей, капроновая нитка. С двух сторон две иголки. Буду протыкать шивом отверстия и в них восьмеркой заправлять капроновую нитку. Сейчас прошью, покажу, что дальше. Немного кривенько получилось. Но тут дело не в красоте, а в надежности. И дальше. Из-за того, что вчера допустил ошибку при сборке, придется сейчас сперва пришить боковушки, вот эти вот боковые распорки. А уже потом вот сюда вот в середину. Ну и практически стул будет готов. Осталось совсем чуть-чуть. Ну вот, собственно, готовый результат. Немного еще раз прошел с оболончиком. Сейчас высохнет. Покажу более подробно. Ну вот. Моя табуреточка и готова. Вот так вот оно выглядит в сложенном состоянии. Весит около килограмма, чуть меньше. Так вот раскладывается. Размеры я вам давать не буду, потому что собирал я ее с того, что мне попалось под руку из всякого хлама. Поэтому тут вы можете сами уже лично под себя подобрать тот размер, который вам нужен. Довольно-таки компактная. вместиться в любую сумочку. То есть, если вы в пеший поход поехали или на рыбалку, это самое то. Места много не занимает. Очень крепкая, практически неубиваемая. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Тем, кто досмотрел до конца, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Ставьте, кому не понравилось, дизлайки. Пишите что-нибудь в комментариях. Постараюсь ответить. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok